В Германии стартовал последний этап предвыборной гонки в Бундестаг. Выборы в немецкий парламент состоятся 22 сентября, и все партии уже давно агитируют избирателей голосовать за них. Однако, согласно немецкому законодательству, расклеивать плакаты можно, начиная только с сегодняшнего дня. К лицам и лозунгам присматривался берлинский корреспондент РТВАй Александр Сосновский. Взгляд канцлера Меркель на ее предвыборном щите направлен прямо на зрителя. И ее лицо напоминает добрую мамочку, которая строга, но при этом добра и справедлива. Журналисты, рассматривая плакаты, обратили внимание на то, что на картинке резко видно только ее лицо, а вся массовка вообще не в фокусе. Это дало повод сосал демократам ущипнуть канцлера и заявить, что на плакатах все верно. ХДС – это, мол, партия одного лица. На ближайшее время гражданам Германии нужно приготовиться к тому, что рекламные политические атаки на их умы, а главное на их голоса, будут теперь идти беспрерывно. Жителям столицы уже порядком надоели эти картонные квадраты с наклеенными улыбками депутатов в Бундестаг и красочными обещаниями сделать жизнь еще лучше, еще веселее. Здесь хорошо помнят правила, которые приписывают Конраду Аденауру. Обещайте до выборов все, что угодно. После выборов об этом не вспомнит никто. 58 партий допущены голосованию, но только 8 из них имеют право выставить свои списки. Это так называемые народные партии, рейтинг которых находится за пределами 5%. Кроме блоков АДС ХСС – это социал-демократы, зеленые, либералы и левые. К ним добавятся пираты, которые уже имеют свои фракции в землях ФРГ, и праворадикальный национал-демократы. Между ними в основном и начнется борьба по закидыванию противника грязью. Кандидаты не стесняются в выборе слов и сравнений. Так, председатель партии «Зеленых» Юрген Тритин зацепился за слова министра по делам семьи о том, что в среднем каждая немецкая семья может получить место для своего ребенка в детсаду. Что это такое средняя семья? Официальная позиция правительства очень напоминает одного крестьянина, который говорил, в среднем глубина этой речки всего один метр. Почему же моя корова утонула? Пока политики тасуют свои плакаты словно колоду карт, аналитики уже выстраивают новое правительство. Часть экспертов убеждена, что нынешняя коалиция сохранит большинство. Другие прогнозируют, что в сентябре у руля Германии встанут новые лица – социал-демократы, зеленые и так называемые левые. Впрочем, в коалицию с последними верят далеко не все. То, что предлагает партия «Левые», совсем непонятно. У них пока вообще нет никаких тем для предвыборной борьбы, им пока нечего нам предложить. Кандидат в канцлерад социал-демократической партии еще до начала официальной кампании посоветовал своим товарищам почаще выходить на улицы и вести пропаганду там, а не в кабинетах. Предвыборная борьба пришлась на летнюю паузу. Теперь пора забыть наши офисы и выйти к народу. У нас мало времени. Осталось всего семь недель, и эта пора обещает быть особенно жаркой. По прогнозам метеорологов, к концу недели в Германии наступит похолодание. Однако жаркое лето немецких политиков, по всей видимости, только начинается.